всем привет дорогие друзья всем привет дорогие друзья мы находимся с вами в городе из мире и отправляемся в аланию из измира надеюсь что наши видео из мира вам понравились если вы не подписаны на канал обязательно подписывайтесь и узнавайте все самое интересное жизни отдыхе и бизнесе в турции все самое интересное только на нашем канале поэтому подписывайтесь комментируйте и присоединяйтесь к нашей дружной компании не забывайте о том что в описании к моим видео очень много полезных ссылок о том как бронировать дешево отели и покупать авиабилеты а также есть волшебный промо-код воспользовавшись которым вы сможете приобрести туры в турции другие страны со скидкой поэтому гуляем по измиру и едем в аланию сейчас мы находимся с вами на набережной из мира вдали виднеется морской вокзал откуда можно отправиться на противоположную сторону города если вы не смотрели наши предыдущие видео обязательно смотрите ну и конечно же приезжайте в турцию в измир и наслаждайтесь прекрасной погодой и вкусной едой и в этом видео друзья мы вам расскажем о пяти самых главных плюсах путешествия по турции ну например своим ходом на машине или на арендованной машине эти плюсы вы возможно знаете но я думаю что некоторые из них страны для вас также большим сюрпризом в общем обязательно пишите в комментариях чем вы пользуетесь чем не пользуетесь а мы как я уже сказала едем с вами в аланию и посмотрим удобно ли надежно ли и хорошо ли путешествовать по турции своим ходом на автомобиле на набережной из мира стоит вот такой вот пароход который раньше использовался в стамбуле для перевозки пассажиров а сейчас это музей и мы с вами пройдем внутрь и посмотрим что же там есть интересного этот пароход был построен в 1987 году и использовался для перевозки пассажиров до двух тысяч сочи пятого года и сейчас как я уже сказала здесь музей вот такие вот интересные двери и раньше многие из вас конечно же были в стамбуле и плавали на пароходах а здесь сейчас выставлены различные это старый маяк который работает на газу работал на газу здесь также представлены различные это предметы первой помощи старые 1869-1900 годов это столовые приборы также начало 20 века конца 19 начало 20 века этот пароход назван в честь матери ататюрка зубей дыханым которая как раз и жила в измере машинное отделение я очень люблю вот такие вот музеи потому что здесь можно увидеть не просто на картинках а прям в живую как устроен пароход какие раньше использовались фонари и предметы для ремонта инструменты и так далее также можно подняться на второй этаж это небольшой пароход и вот так вот выглядит пароход на второй палубе очень уютный пароход здесь есть сейчас библиотека и также здесь расположен информационный центр потому что этот пароход с постоянно стоит на причале как музей здесь есть информационный центр куда можно прийти и узнать много интересного о пароходном сообщении в турции спускаемся вниз на первую палубу и идем дальше гулять по набережной из мира спускаемся внизу спускаемся внизу он спускаемся внизу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И самое главное, их очень много, поэтому вы никогда не останетесь без бензина или без каких-то вкусняшек. Поэтому путешествия по Турции на машине, это доставляет особый комфорт. Есть заправки разные, есть большие, есть маленькие. Мы вот, например, остановились на такой маленькой заправке, а есть большие заправки типа Тоталь или, я не знаю, Бипи, например. Поэтому путешествуйте по Турции на машине своим ходом, и это принесет вам, я уверена, истинное удовольствие, потому что путешествовать по Турции на машине очень комфортно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На общественном транспорте, на автобусе или на своей машине, или на арендованной машине. Большинство дорог в Турции просто отличного качества. И вот мы сейчас едем по дороге в сторону Денизли. Денизли многие из вас знают. Это город рядом с которым расположена знаменитая достопримечательность Памуккале. Этот район известен не только в Турции, но и по всему миру. И едя по этой дороге прекрасного качества, Айхан сказал, что едешь как по сливкам То есть настолько плавно и мягко, что доставляет одно удовольствие поездка на машине Поэтому, если вы путешествуете по Турции, как я уже сказала, неважно, на общественном транспорте, по дорогам, либо на своей машине Вам это доставит действительно истинное удовольствие, потому что дороги не только республиканского значения, то есть большие дороги хорошего качества Но и дороги между маленькими городками и в городах тоже хорошего качества Поэтому, как я уже говорила, путешествуйте с удовольствием, берите машину в аренду и путешествуйте по Турции, заезжайте в различные маленькие городки И узнавайте больше об этой стране, о том, как живут люди, о культуре, о местных достопримечательностях и так далее Кстати, есть платные дороги, есть бесплатные дороги Как определить, где дорога платная, где бесплатная? Большинство дорог в Турции, конечно же, бесплатные Но вот, например, от Измира есть часть дороги, шоссе, которая платная И все знаки на этой дороге, а также указатель на эту дорогу зеленого цвета Поэтому можно легко определить, платная она или не платная И, кстати, карта Google тоже показывает, где дорога платная, а где не платная Поэтому все очень-очень удобно Да, друзья, еще одним плюсом путешествия по Турции является то, что На всем протяжении дороги, куда вы бы не ехали, есть места, где можно не заправки А именно места, небольшие торговые центры, где можно остановиться, покушать, выпить чай, кофе И приобрести товары, которые производятся именно в том регионе, где вы находитесь И сейчас мы находимся в городке Серим-Шехир, который расположен недалеко от Денизли И этот город знаменит своими Леб-Леби Сейчас я вам покажу, что такое Леб-Леби, если вы не знаете А если вы любите Леб-Леби, то обязательно пишите в комментариях, какого вида Леб-Леби вам нравится Потому что их очень-очень много Здесь можно купить разные товары народного промысла И, конечно же, сувениры Например, вот такие вот интересные кувшины Даже я не знаю, что это А, это копилки для денег Видите, как интересно И когда деньги накопятся, можно их разбить Стоит всего 15 лет Посмотрите, какой красивый Здесь представлен самый большой выбор разных Леб-Леби, которые я когда-либо видела Самые Леб-Леби выглядят вот так Вот это горох обычный И здесь есть Леб-Леби в различном соусе с различными вкусами Но самое интересное это Леб-Леби в разных вот таких вот оболочках Это, например, с кофе Это какие-то фруктовые Есть Леб-Леби со вкусом клубники Граната, йогурта Вот такой вот тропический лукум Очень вкусный миндаль Фундук в шоколаде В общем, друзья Просто невероятно Всё вкусно Я не любитель Леб-Леби, но такой выбор Это просто невероятно Здесь не только Леб-Леби, здесь ещё есть и различные сухофрукты Покажу вам сейчас орехи Конечно же, грецкий орех Килограмм тридцать лир И много видов миндаля Много разных сувениров, вазов И очень красивые вот такие вот вазы Наверное, самые красивые Это бирюзовые Потому что бирюзовый цвет Это цвет Турции, моря Ну и особенно цвет Алань Видите, здесь также есть кофе И вместе с кофе можно купить, например, вот такие вот Это наборы для чая А наборы для кофе Вот здесь вот Очень красивые Также здесь продаётся мыло Покупайте четыре штуки Одно в подарок И штучка стоит пять лир Если вы хотите, друзья, такое мыло То можете приобретать вот в таких вот магазинчиках ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Мы уже подъезжаем к Анталье. До Анталии осталось где-то 40 км. И как вы видите, погода очень разная. 50 км дождь, потом чуть-чуть солнце, пасмурно. Опять дождь, дождь перестает. Ну, в общем, весна. И, друзья, еще один очень главный пункт, который, мне кажется, стоит отметить в связи с Турцией и с поездками на машине или на каком-то своем транспорте или общественном транспорте по Турции, это то, что на всех дорогах есть указатели. И если вы едете на своей машине своим ходом, вы точно не забудетесь. Вы всегда найдете указатель того места, куда вам нужно. В общем, указатели стоят очень часто, показывают, сколько осталось километров до места назначения, какие из ближайшие города, поселки и так далее, куда стоит поворачивать, как стоит ехать. Но есть указатели, например, которые указывают направление в центр города. Шехир Меркези. Эти указатели все на турецком языке. Поэтому, когда вы путешествуете по Турции, не забывайте пользоваться картой Google. Карта Google есть в каждом телефоне, в каждом смартфоне. И населенные пункты, дороги, маленькие дороги, в общем, достопримечательности и многое другое, что вам необходимо. Заправки, какие-то рестораны, кафе. Я не знаю, что еще нужно, когда вы путешествуете. Магазины, торговые центры и так далее. Они максимально подробно обозначены на карте Google. Поэтому пользуйтесь этой картой. Вот мы проезжаем указатель до Анталии. Осталось 42 километра. И, пользуясь вот этой картой, вы сможете увидеть не только, сколько по времени вам осталось до места назначения, сколько километров и так далее. Эта карта, кстати, также работает оффлайн. То есть она будет вам показывать, если пропадет интернет, где вы едете и куда нужно поворачивать. Многие из вас очень часто спрашивают, например, как найти близлежащий магазин BIM, шок, или какую-то заправку, или какое-то место. Но сейчас, к сожалению, у меня интернет здесь плохо показывает. Поэтому, если вам нужно какой-то магазин, нужно найти какой-то магазин, заправку, место и так далее, здесь в поисковике вы вводите название магазина, который вам необходим. А чтобы найти близлежащий магазин BIM, вот смотрите, сейчас появился интернет, нужно выбирать не какой-то конкретный магазин, а BIM со значком поиска. И мы нажимаем сюда, и видите, и он нам показывает все близлежащие, все магазины, которые находятся в округе. Вы просто выбираете, который вам нужен, и вот, например, вот этот магазин BIM, он находится на дороге. Мы набираем, выбираем его, и карта нам покажет сейчас, как нам дотуда доехать. К сожалению, сейчас очень слабый интернет, но принцип именно такой. В поиске выбираете то, что вам необходимо, и нажав поиск, карта показывает вам все близлежащие магазины, или то место, которое вам необходимо. Также, путешествуя по Турции на своем транспорте, или общественным транспортом, вы можете посетить огромное количество достопримечательностей. Но этот пункт, скорее, будет полезен тем, кто будет путешествовать своим транспортом или на арендованной машине, потому что в Турции огромное количество достопримечательностей, исторических мест и античных городов. Поэтому, когда вы едете по какой-то дороге, обращайте внимание на такие коричневые знаки. Именно они означают, что где-то рядом находится историческое место. И до того, как вы собираетесь в путешествие, вы можете посмотреть, какие исторические достопримечательности находятся по пути вашего следования и, конечно же, посетить их. Но и по пути следования, если вы увидите какие-то знаки именно коричневого цвета с указателями исторических мест, также можете заехать и посмотреть, потому что это такой вот дополнительный бонус в путешествиях по Турции на автомобиле. Но мы, конечно же, всегда, когда куда-либо едем из какого-то города в другой город, мы обязательно посещаем какие-то исторические места, в которых мы не были раньше. Поэтому вставляйте карту до того, как вы поедете. Ну и, конечно же, по пути следования и импровизируйте, потому что импровизация и что-то непредсказуемое добавляет такую интересную изюминку в ваше путешествие, добавит изюминку в ваше путешествие, потому что, ну, что-то неожиданное всегда запоминается больше, чем то, что было запланировано заранее. Поэтому, друзья, вот эти вот основные пять пунктов, которые мы озвучили, вы можете применять, ну, кстати, и в путешествиях не только по Турции, но и в других странах. Мы сейчас спускаемся вниз с гор, уже близко к Анталии, и здесь, кстати, закладывает уши. Поэтому я надеюсь, что ваши путешествия по Турции будут интересными и наполненными, насыщенными. Ну и, как говорится, самая лучшая импровизация – это тщательная подготовка. Поэтому очень важно тщательно готовиться к путешествиям, обозначать все места, которые вы хотите посетить. Это не только исторические места, но и, например, какие-то магазины. И, конечно же, по пути следования импровизировать и просто позволить себе отдаться вот этому вот потоку течению времени и заезжать в какие-то маленькие городки, поселки, останавливаться в небольших магазинчиках. В общем, все смотреть и все изучать. Мы уже практически подъехали к Анталии и отправляемся по прибору в сторону Алати. Акапинь. Продолжение следует... Акапинь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...